В доме без удобств и с больными детьми Элла Босок из прифронтового села Кальчик под Мариуполем не может оплатить дальнейшее лечение своих дочерей. Все сбережения женщина потратила на операции младшей Алены. Денег не хватает даже на продукты. Как выживает семья, видели наши корреспонденты. В доме семьи Босок 15 градусов тепла. Запаса дров для печки хватит на несколько дней. Так как я топлю редко, по погоде, до конца месяца может и хватит. Все, мать я уже не смогу топить. Выручает Эллу и ее детей лишь старенький обогреватель. Эту квартиру многодетной семье выделил сельсовет. Удобств, кроме электричества, никаких. Моются в тазиках. Воду берут в колонке. Для того, чтобы постирать бетона взять не надо. Таких вот пять раз надо сходить. На улице единственный туалет на четыре дома. Детям маленьким, конечно, сюда не побегаешь. Выносим ведра. Элла – одинокая мама с тремя детьми. Муж умер шесть лет назад после тяжелой болезни. Эта трагедия не просто потрясла семью, но и отразилась на здоровье детей. У старшей дочки, 13-летней Кати, появился атипический дерматит. У меня нервы почвы. А почему? Папа умер у меня, но через некоторое время я не боюсь. Младшая дочь Алена родилась с патологией. У нее расщили ногу и нюхо получается. Операцию сделали в первые месяцы после рождения. Но реабилитация длится до сих пор. От здоровых детей 10-летнюю Алену отличает шрам и неразборчивая речь. Недавно девочки поставили пластину. Почти все деньги в семье уходят на лечение. Поэтому здесь особенно рады гуманитарной помощи Рината Ахметова. Получают сразу четыре набора. Старшая Катя разбирает пакеты с продуктами. Продуктовые наборы бригада мобильных волонтеров штаба Ахметова в этот раз раздает мирным жителям сел Кальчик, Кирилловка и Кирово-Володарского района. Я маленькая. Работы не найдешь сейчас. Вот я сейчас без работы. Вот с дедушкой жил. Эта помощь для нас очень мало значит. Не представляем, как бы мы выживали. Потому что и дети без работы, и внуки тоже. Помогать надо всем. Я хочу поблагодарить от всей громады, что штаб Рината Ахметова помог в эту трудную минуту всем жителям села. Гуманитарную помощь получают пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи. В составе набора самые необходимые продукты. Помогает выжить человеку в тяжелых, трудных условиях. Всего с начала работы штаб Рината Ахметова выдал более 6,5 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Максим Суражский, Оксана Корчма, Александр Шмырев, Телеканал Донбасс.